Петина. Село в Хохольском районе Воронежской области. Административный центр Петинского сельского поселения. Петинское сельское поселение – это муниципальное образование в Хохольском районе Воронежской области. В состав поселения входит 4 населенных пункта. Село Петина, поселок Орловка, поселок Опытной станции и село Устье. Географически расположено в северо-восточной части поселения на правом берегу реки Дон, на среднерусской возвышенности. Несмотря на территориальное тяготение села к реке, оно имеет компактную форму. Находится в 18 километрах от областного центра Воронежа. Основано в 17 веке. Было названо по фамилии служилого человека – Якима Петина. Имело наименование Верхнее Малышево, в отличие от Нижнего Малышево, расположенного на противоположном берегу реки Дон. В старых документах оно называлось иначе – Малышевский Починок, Верхнее Малышево. Эти названия произошли от старинного села Малышево, расположенного на противоположном берегу Дона, немного ниже по течению. Крестьяне села Малышево, видимо, пахали землю и косили сено на том месте, где теперь находится Петина. Небольшой ручей в этом месте получил название Малышевский колодезь. Возникшее около него еще в начале 17 века поселение стало именоваться Малышевским Починком или Верхним Малышевым. Текст дозорной книги 1615 года, где упоминается Починок, делается ясным происхождением нынешнего названия села. Там говорится, что Починок числился за Якимом Родионовичем Петином. В 1859 году численность населения составляла 583 человека, проживавших в 63 дворах. В 1869 году в Петина была построена каменная церковь в честь Иоанна Богослова. Архиепископ Дмитрий Самбикин в документах середины 1880-х годов отмечал, церковь в селе Петина Поронежского угеста, каменная с такой же колокольнью, построена в 1869 году, освящена 10 ноября того же года. В этом селе существовала Богословская церковь в начале 18 века и в 1732 году при ней был священник Иоанн. В 1900 году село Петина являлось частью села Устье, богословского общества. Здесь было 152 двора с населением 1113 человек. Действовали две ветряные мельницы и крупорушка. В селе Петина с 1884 года жил в своем имении видный русский педагог-демократ, автор научных трудов по педагогике Николай Федорович Бунаков. Родился в 1837 году, умер в 1904 году. В селе Бунаковом были открыты школа, библиотека, аптека, крестьянский народный театр. В 1884 году в Петина, построенном на собственное сбережение зданий, Бунаковом была открыта народная школа, амбулатория, школа для взрослых, народная библиотека, аптека. Организован первый в России крестьянский самодеятельный театр. Под руководством педагога осуществлялся весь учебный процесс. Он взял на себя все расходы на оборудование и содержание школы, управление и ведение вместе с женой, части занятий. В Петинской школе Бунаков осуществил свою идею повышения образовательного уровня крестьянских детей, выступая против попыток ограничить образование крестьян грамотой и начальным счетом. Ученикам преподавались анатомия человека, родиноведение, арифметика, зоология, проводились занятия по садоводству и охородничеству и пению. Изучались основы физики и химии. При обучении широко использовалась русская литература, изучались биографии русских писателей, читались и обсуждались газетные и журнальные статьи, проводились опыты с использованием лабораторного оборудования. Педагог Бунаков исходил из идеи всеобщего бесплатного начального обучения, предлагал вводить его по отдельным районам, а затем распространить на всю страну. Культурно-просветительная деятельность в Петина была известна далеко за пределами Воронежской губернии. Школьная практика Бунакова сочеталась с литературно-педагогической деятельностью и активным участием в подготовке учителей для зимских школ. Десятки его учебников и учебных пособий выдержали многократные переиздания. Школьники по ним учились до самой революции. Азбука и уроки чтения и письма, первая книжка для чтения книжка, первинка, хрестоматия для начальной школы в школе и дома, обучение грамоте по звуковому способу в связи с предметными уроками и первоначальными упражнениями в родном языке, родной язык как предмет обучения в народной школе с трехгодичным курсом. Кроме того, Бунаков активно участвовал в организации работе всероссийских учительских съездов и курсов. Учитель учителей таким званием его наградило учительство. Школы и народный театр в Петино были закрыты в 1903 году по решению властей. Поводом для этого послужило выступление Бунакова в Комитете по нуждам сельскохозяйственной промышленности за призывы к изменениям строя русской государственной и народной жизни. Он арестован и сослан под гласный надзор сначала в Петино, затем в Острогорск с запрещением всякой общественной деятельности и даже руководства своей петинской школы. Немногим позже жена перевезла Бунакова в Петербург, где он и умер в 1904 году. «Посмертно вышли книги, как я стал и как перестал быть учителем учителей. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью преимущественно провинциальной». Предисловие к последней воспоминания жены Бунаковой. Некоторые отрывки. 24 ноября в 12 часов дня Николай Федорович приехал в Петино. Там его опять ждал Становой. И не дав ему отдохнуть, потребовал от него всевозможных справок и взял подписку, не принимать никакого участия в школьной работе. Даже не посещать школу и вообще прекратить всякую просветительскую работу в селе Петино. Трудно было придумать для Николая Федоровича более мучительную пытку, как сослать его в свое имение. Перед окнами дома, в котором мы жили в Петино, стоял только что отстроенный роскошный народный дом. Этот дом Николай Федорович строил с широкими планами, мечтая внести свет науки и знания не в одно село Петино, а во весь край посвятить этой работе в последние годы своей жизни. В этом доме теперь было много хозяев. Только не сам Николай Федорович. Поп, учительница, которые совершенно игнорировали его, инспектор, развращенный наглый человек, который всеми силами старался Петинскую школу обратить в мастерскую грамотности. Для этой компании Николай Федорович теперь не существовал. Только крестьяне скоро поняли, что они и их дети потеряли в лице Николая Федоровича. И на перерыв старались самым трогательным образом выразить ему свое расположение. Большинство воронежского общества торжествовало, особенно чиновники, что наконец скрутили этого мешавшего всем спокойно жить человека. Другие не замечали его и делали вид, что не знакомы с ним. Только немногие друзья по-прежнему не забывали и изредка навещали его в Петино. Человек, который играл видную роль в общественной жизни города, к мнению которого прислушивались и с которым нужно было считаться, не только перестал существовать, но которого можно было даже лихнуть безнаказанно. Земство открыло в селе Петино школу в другом помещении. Около этой Петинской школы стали низменные, совершенно невежественные люди. Это причиняло новые мучительные страдания Николая Федоровича. Чтобы прекратить эту пытку, пришлось приступить к ликвидации нашей Петинской школы. Богатые учебные пособия, которые Николай Федорович собирал с такой любовью в продолжение своей 40-летней педагогической деятельности, большинство которых было приготовлено им самим, укладывались в ящики для отправки в Тамбовскую и Тверскую губернии, так как ни уездное, ни губернское, ни воронежское земство не пожелали ими воспользоваться. Это было мучительно больное дело, как будто хоронили самого близкого, дорогого покойника. А когда двинулись десятки подводов со школьной мебелью, которую Николай Федорович пожертвовал городским школам, это была настоящая погребальная процессия. И все это делалось по произволу одного лица, неизвестно зачем и для чего. Теперь все было разрушено. Громадные комнаты Петинского народного дома стояли пустые, полные беспорядка. Двери наглухо заколочены. С ликвидацией Петинской школы у Николая Федоровича была взята душа, ему оставили только тело. Ну, на что ему было нужно это тело, когда он всю жизнь жил только духом? Здание школы Бунакова не сохранилось, а построенное им деревянное здание народного дома было пожертвовано и перевезено из Петина в Воронеж. По заявлению жены и сына с условием устроить в нем подвижный педагогический музей и мемориальный кабинет Бунакова. В здании сельской школы по совместительству администрации действует музей, посвященный Николаю Федоровичу Бунакову. Музей открыт в 1987 году, в год 150-летия со дня рождения Бунакова. Тогда же установлена мемориальная доска. Ну и население села в данный момент составляет 937 человек. Какие здесь овраги крупные. Сейчас я спущусь к самому дону. Очень красивые тут места. Лодки тут, причал. Очень красиво. Лодок много. Некоторые стоят, некоторые не стоят. Некоторые на берегу лежат. Значит, и есть рыбаки. Ловят. Да они везде есть. Вообще. Вот он и сам дон, батюшка. Красавец. Большие лодки. Слышно, как трутся друг от друга льдины. В общем, вот такой вот дон возле села Петина. Теперь поднимусь наверх. Мусора много. Здесь какие-то тайники стоят в этих ямках. Видимо, что-то для лодок хранят там. Красота. Вот она красота. Вот она красота. Мусора. Конец. ia. Игра. Игра. Мусора.